В ресторан «Остров» вслед за гражданкой Украины, визит которой закончился проверкой прокуратуры и Роспотребнадзора, пришли собственники помещений. До сегодняшнего дня ресторан пыталась закрыть правительство Севастополя, суд и даже военная прокуратура. И вот поручение выгнать «Остров» из здания на Историческом бульваре решили исполнить собственники. «Сообщаю вам о том, что мы пришли за конечной стадией оформления возврата объекта аренды в связи с прекращением срока его действия». Компания «Тега», собственник помещений, в которых расположился ресторан, отказались продлевать договор аренды на этот год. Руководству ресторана «Остров» предлагают освободить помещение. По утверждению представителей компании, об этом они заранее уведомили арендаторов. 5 февраля они пришли в «Остров», чтобы оформить возврат помещений. Для демонстрации серьезности своих намерений они пришли в сопровождении правительственного телеканала и газеты губернатора Севастополя «Адмирал». А как вы сказали, газета «Адмирал»? «Адмирал». Ну, у нас разглядка пришла, что нужно быть. Мы планируем, или собственники планируют эксплуатировать это имущество самостоятельно. В отношении неожиданно, я еще раз подчеркиваю, я полагаю, это не совсем верно. Существует договор, он заключался, и у него были сроки, человек видел, на какой срок заключал. Директор предприятия «Остров Крым» Виктор Владимирович Киселев рассказал в телефонном интервью, что сейчас проходит курс реабилитации после операции. Он подтвердил, что визит собственников для него оказался неожиданностью. Прежде чем приходить к нам и пытаться выгнать, необходимо было решить какие-то имущественные и финансовые вопросы, удовлетворить наши претензии, в том числе, которые сейчас есть. И когда все это будет улажено в судебном порядке, мы готовы уже встретиться с владельцами, с компанией ТЭГа в арбитражном суде и обсудить там вопрос выселения. Это выселение мы считаем незаконным, неправомерным. Владелец «Острова» Олег Александрович Николаев уверен, что давление на его бизнес оказывается по политическим мотивам. Напомним, проверки в ресторане «Остров» совпали с началом сбора подписей севастопольцев под обращением к президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину о социально-экономической ситуации в городе. Владелец «Острова» Олег Николаев вошел в состав инициативной группы «Служу Севастополю», которая помогла собрать горожанам 22,5 тысячи подписей и передать их в приемную президента в Москве 1 сентября. Работая рестораной и законностью постройки здания, которое «Остров» арендует с 2013 года, сразу заинтересовалась прокуратура Ленинского района, Роспотребнадзор, военная прокуратура и правительство Севастополя. В течение полутора месяцев в «Остров» нагрянуло сразу несколько проверок. Сам предприниматель о визите собственников помещения 5 февраля не знал. На собственников вышли представители правительства и заявили им о том, что либо мы сносим здание, либо вы выселяете староноску. На мой взгляд, никаких законных оснований для сноса зданий, но, видимо, они боятся. Олег Николаев прокомментировал претензию представителей ТЭГи на якобы самовольную, несогласованную реконструкцию помещения. О том, что в давлении на бизнес Олега Николаева заинтересован лично, губернатор Сергей Миняева ранее заявлял на пресс-конференции Алексей Чавы. Есть и другая составляющая, связанная с тем, что на примере Николаева нам хотят провести такой пример воспитательной деятельности по отношению к любому, кто посмеет критически высказываться в отношении деятельности исполнительной власти. Поэтому, естественно, мое отношение к такого рода деятельности отрицательное. Потому что, ну, во-первых, это, с моей точки зрения, недостойно губернатору заниматься такими частными вопросами, еще использовать для этого административный ресурс. А во-вторых, насколько знаю, это еще и противозаконно. Директор ресторана «Остров» Виктор Киселев надеется продлить договор. Он предлагает собственникам вместе отстаивать позицию перед правительством Севастополя. Но при необходимости готов встретиться с представителями ТЭГи и в арбитражном суде. Продолжение следует...